Привет, друзья! Мне-то написали, что у меня в видеороликах очень много информации про жрачку. С одной стороны, согласен. Но с другой стороны, ты все равно сейчас сидишь и жрешь, правильно? Но нет в этом мире областей, которые не были бы связаны со жрачкой. Это хороший наглядный пример для того, чтобы через жрачку объяснить остальные вещи. Ну, попробуем сегодня не касаться темы еды. Тема ролика сегодня связана с институтом семьи, демографическим кризисом. Ну, в общем, вымираем, товарищи! Некоторые, наверное, из вас не знают, но мне 37 лет. И, ну, больше видел те, кому 27 лет. Очевидно же. В общем, я помню детство, я помню школьные площадки, я помню дворы и сколько было детей. Сейчас все дворовые площадки пустые практически. Это если говорить про Россию, например. А если взять какой-нибудь европейский городок, то вообще можно не встретить. Чудо, если две мамы с двумя детьми играют. А так вообще пустые площадки. Конечно, в некоторых местах есть скопление. Да, у нас города, это аккумулятор людей, потому что там больше ресурсов, есть возможность получить образование, работа и пошло-поехало. Но в целом, если вот так вот по планете все размазать, нас вот... Мне попалась книжка, называется «Смерть Запада». Не подумайте, что это какой-то там ватнический совок, пропаганда. Вот они там все, короче, плохие, все хорошие. Вообще не об этом книга. И несмотря на то, что информация из этой книги уже немножечко устарела, да? Там, по-моему, статистика за 2001 год. Тем не менее, порядок и то, куда все движется, оно наглядно проявляется и сейчас. И цифры, которые были тогда, просто скидывайте еще на разы, на порядки, чтобы узнать, что происходит прямо сейчас. Я понимаю, у многих из вас, скорее всего, времени нет. Нужно же много денег зарабатывать, чтобы жрать. Есть хорошая выдержка из этой книги в виде статьи. Я оставлю ссылку в описании. Обязательно, как-нибудь, когда будет свободное время, при наличии интереса, посмотрите. Я думаю, что это грустная информация. Но нужно это узнать. Просто, чтобы знать, куда все движется и откуда все берется. Это как вводные данные для того, чтобы разобраться в происходящем. Без этого никак. К сожалению, понять, что происходит, и выбрать для себя лучшее будущее, можно только в том случае, если ты знаешь, что есть плохое, чтобы его обходить. Еще одна вещь, которую хочется, как предисловие, сказать. Я часто в комментариях вижу сообщения в стиле «Ты рассуждаешь о детях? У тебя же нет детей». Вы, когда в детстве первый раз коснулись чего-то горячего, вы, наверное, выучили этот урок. Не с первого, так со второго, так с третьего уж точно раза. Что-то горячее, а уж прям открытый огонь, они способны обжечь, причинить боль и страдания. Уверен, что многие из вас лаву в реальной жизни не видели. Ну, большинство, кто смотрит мой канал, не живут в той географической зоне, где лаву можно наблюдать с утра до вечера. Вопрос к вам. Вот вы видите лаву. Вам 20, 30, 40, 50. У вас семья и дети. Вот вы видите лаву. Нужно вам пробовать лаву пальцем, ногой или еще чем-нибудь, чтобы понять, что она способна обжечь и причинить вам дискомфорт. Нужно? Вы знаете, что есть огонь, вы знаете, что объекты могут нагреваться, вы знаете, что есть какая-то причинно-следственная связь. То есть фактически ты прямо сейчас, никогда не пробовав лаву на вкус, утверждаешь, что она обжигает? А не охренел ли ты рассуждать о том, что лава способна там что-то сжечь, какие-то там деревни способны целые там истребить, да? Я, конечно, понимаю, что это слишком крайний пример, но отчасти он справедлив и в других областях. И я могу привести еще примеры. Для того, чтобы понять, как взаимодействовать с ребенком, не обязательно иметь своего ребенка. Можно прочитать десятки книг об этом, можно иметь родственников с детьми, можно как минимум самому побывать ребенком, что, в общем-то, очевидно. Не всегда человек, который детально изучает вопрос через литературу, через видеоролики, через опыт других людей, будет не таким крутым специалистом, как тот, кто реально имеет ребенка. Я наблюдаю часто обратное. Люди имеют детей, но они абсолютно забили на них болт. Они вообще не понимают, как их воспитывать, как взаимодействовать с ними, чему их учить, как себя вести. Но при этом, как только ты заикаешься про что-то, с чем ты не контактировал, но вопрос изучил, им плевать. Они говорят, что «да кто ты такой? У тебя даже детей нет». Одна из глобальных вещей, которая происходит через управление ГП, глобальным предиктором, так это назовем, так проще понимать. Разделяй и властвуй. Наверняка вы слышали подобное. То есть, если у нас есть какая-то совокупность людей, и нам нужно контролировать эту группу людей, то самое лучшее – это сделать какие-то различия в этой группе. Предположим, по признаку половому – феминизм. Возможно, кто-то из вас будет возмущаться, скажет, феминизм – это вообще не про разделение мужчин и женщин, это не инструмент для того, чтобы разделять мужчин и женщин. Я не могу сказать, что я на 100% глобально глубоко, как-то очень глубоко изучил данный вопрос, но то знакомство с информацией, которую я проделал, оно мне показывает, что это самое настоящее разделение по половому признаку. Недавно зашел в Клабхаус, и там была группа, как она называла, «Адекватный феминизм, что ли?» Ну, короче, в группе девушки, которые называют себя феминистками, они убеждали других девушек в том, что у них феминизм нормальный. Не тот какой-то сумасшедший, радикальный, а у них адекватный феминизм, не радикальный. Они объясняют девушкам, что в принципе феминизм – это нормально, но есть, конечно, ненормальный феминизм. Но вот мы, говорят, нормальные феминистки. Безусловно, есть мужчины, которые поступают плохо по отношению к женщинам. Есть женщины, которые поступают плохо по отношению к мужчинам. В зависимости от территорий и социокультурных программ, которые формируются, исходя из той области, где тебе было суждено появиться на свет. Такие программы ты впитал. Гомосексуализм или вот эти различные ЛГБТ-штуки. Слушайте, наверное, против солнца будет плохо. Давайте как-нибудь. Тема с гомосексуализмом, лесбиянками, ЛГБТ тоже особо во всех этих тонкостях не избираюсь. Ну, если поверхностно посмотреть на все это, самое настоящее разграничение людей по определенным классам. То же самое – расовые вещи. То же самое – классы. Одни занимаются охраной правопорядка, другим внедряют через социокультурные программы, кино и прочее, что эти плохие, эти хорошие, давайте, значит, бороться за свои права, будем, значит, громить и прочие вещи делать нехорошие. А этим внушают, что это бунтари, лентяи, и, в общем, их нужно тоже усмирять. То есть все те программы, которые я сейчас вижу, они по большому счету приводят к нас к очень простому факту. Мы сокращаемся в количестве. Очень сильно. Тяжело говорить, когда солнце в глаза. Это разделение мужчин и женщин. И как результат мужчины и женщины взаимодействуют не так активно. И не появляются дети. Вы понимаете, что происходит? Пропаганда абортов, программы целые, социальные. Шутка была в интернете. Хотя это нифига не шутка. Я заметил, цитирую, что каждый, кто выступает за пропаганду абортов, однажды был рожден. Предыдущие поколения, которые бы пропагандировали аборты, они не могли появиться в этом поколении, а их просто бы не было. Текущее поколение, которое занимается пропагандой различных сексуальных вариантов, оно не могло существовать сейчас, если бы подобное происходило ранее. Люди не появляются просто из воздуха. Для того, чтобы появился ребенок, нужна ячейка мужчин и женщин, которые приняли это решение, и вот они создали дитя. Обычный мужчина, который предпочитает женщин, а не мужчин. Либо, я не знаю, какую-нибудь там дендерфилию, или еще что-нибудь. Этих разновидностей там, не знаю, тысячи, наверное. И женщина обычная, которая предпочитает мужчину, она не предпочитает другую женщину, или каких-нибудь там животных, или еще что-нибудь, или еще там тысячи каких-то вариантов. Обычный мужчина, обычная женщина. Они любят друг друга, у них появляются дети, и вот ребенок. И прямо сейчас все, кто смотрит, да и вообще, в принципе, живет на земле, они результаты практически в 100% случаев. Есть, конечно, там подсаживание семени и прочее, но это больше отклонение от нормы, чем норма. Норма она вот. Все, кто прямо сейчас что-то там творит через социокультурные программы, они были детьми обычных родителей, которые не ходили с плакатами, не убеждали окружающих в том, куда там и чего тыкаться, и как себя вести. Я не хочу сказать, что те, кто это сейчас делают, плохие или они хорошие, они результат социокультурных, локальных программ. Что это означает? То есть есть некий социум, и у этого социума есть некая культура, и это всегда локально. И исходя из того, где человек родился, там определенная локальная социокультурная программа. Хочешь ты этого, не хочешь, но ты впитываешь все это через фильмы, через окружение, которое смотрит эти фильмы, через книги, через культуру языка, даже через мнение о тебе иностранцев, когда ты отправляешься в другую страну, о твоей стране. Понимаешь? Какие бы глубокие у тебя убеждения ни были, почти всегда эти убеждения это локальная социокультурная программа. Причем это все еще и во времени. Локальная социокультурная программа текущего поколения. Потому что локальная социокультурная программа предыдущего поколения может очень сильно отличаться. Ценности наших родителей, ваших родителей и родителей других людей в других странах, они совершенно отличаются. Оно вот так. На поверку вот я смотрю, и то, что способен проанализировать, исходя из изученного и понятого, оно так. И текущее поколение через эти социокультурные, локальные и временные программы делает определенные вещи. Потому что человек это абсолютно манипулируемое создание. Что нам рассказали, на подкорку прошили с рождения, то мы с утра до вечера и делаем, тому мы и поклоняемся, и готовы за это идти убивать, и ненавидеть, и все, что хочешь делать. Понимаете? Через все эти инструменты разграничения нас становится все меньше. Разумеется, сейчас на Земле есть социокультурные, локальные, временные программы, которые предполагают увеличение количества детей. Если, например, ознакомитесь с индийским кинематографом или китайским, я не очень много смотрел, но можно наблюдать некую идеологию. Значит, есть глава семьи и живут не в самых лучших условиях, и они думают, ну что, у нас будет пять детей, один из них пробьется и всем поможет. И это показывают в кино. Разумеется, люди, которые смотрят это, они впитывают это и так и живут. И поэтому в Индии в среднем семьи гораздо больше, чем, скажем, в какой-нибудь европейской стране, где в кино такого не показывают. Это просто пример. Разумеется, много фильмов, которые показывают, не затрагивают, огромное количество тем. Но в среднем по планете мы видим следующий результат. Если вы посмотрите эту книжку, хотя бы выдержку, статью из книги «Смерть Запада», либо полностью прочитаете, отбросив все вот эти вот разграничения, да, национальные и прочие, просто сухая статистика по цифрам, вы увидите, что ситуация очень печальная. И все вот эти измы, они исключительно для разграничения. Прямо сейчас, наблюдая за происходящим, я не вижу предпосылок к тому, чтобы ситуация менялась на обратную. Этого нет. Ну, люди как-то стараются максимально оттянуть момент появления детей. Хотят что-то успеть, хотят что-то там догулять, хотят прибарахлиться. Ну, то есть, даже я, как жертва социокультурных, локальных, временных программ, прямо сейчас не спешу вот с детьми. Хотя, наверное, следовало бы об этом подумать. Не хочу вас грузить цифрами, но все очень печально. Неполноценных семей, где один родитель, огромное количество. А программы государственные, которые, наверное, должны были, по идее, помогать, на самом деле, они создают ситуацию, при которой формируется поколение парней и девушек, которые, наоборот, изначально озлабливаются друг на друга. Вот этот материальный подход. Значит, представьте себе, была семья, мужику через социокультурные временные, локальные программы внедрили, что нужно бухать. И он начал бухать. При любой стрессовой ситуации, при любых проблемах он забухал. Разумеется, жене, которая тоже через эти программы прошла, она тоже любит побухивать, но не в таких объемах, потому что ее быстрее берет, и она чувствует себя хреновее, и ей как-то быстрее понятно, что она гробит свое здоровье ядами. И, разумеется, ей это не нравится. А что она может сделать? Она может сказать, а он не слушает, он наркоман, он же алкоголь пьет, то есть это наркотик. После этого она начинает возможными ей способами вести себя определенным образом, и происходит разлад. Месяц, два, три, год, два. Не выдерживает, и они разводятся. Ну, если короче, у нас есть неполноценная семья, в которой, предположим, осталась мама с ребенком. И, допустим, этот ребенок, эта девочка. Какая программа у этой мамы? Ну, мужики все козлы, потому что ее мужик был козлом. Он бухал, не хотел слушать, может быть, там... Ну, то есть, она недовольна мужиком, у нее негативный опыт. И вот у нее растет девочка. Какую программу она заложит этой девочке? Все мужики козлы. И, разумеется, девочка, когда вырастет, она будет мужика себе искать не по принципу, вот, значит, крепкие узы. Нет, у нее будет ментальность, вот, которую мама ей зашила. Недавно в интернете попался мне видеоролик, где мужик прожил 15 лет с женой, и у него двое детей. У него были проблемы с алкоголем, он с ними справился, и последние, по-моему, два года взаимоотношений он не пил. То есть, это не могло быть крайней точкой, почему, допустим, жена решила развестись. Ну вот все как-то шло к этому. Растаяла любовь, масса причин. За 15 лет может все что угодно произойти. Люди очень сильно меняются со временем. Вот. И они жили 15 лет вместе, у них двое детей, и вот они разводятся. Разумеется, это стресс, он рассказывает в этом видео, что он пытался спасти семью много раз, и, короче, он прям эмоционально очень долго рассказывает про то, как он пытался спасти семью. Как результат, все-таки они разводятся, и, разумеется, он вынужден платить алименты, это двое детей, ну, суммы такие, серьезные. И если там у тебя какие-то проблемы с работой, а он рассказывает, что они у него были, то там чуть ли не за полгода, что ли, или сколько-то, не помню. Короче, у него там полмиллиона набежало, и ему и документы на машину не переоформить, и плюс там еще и уголовка за это сейчас уже. Ну, то есть, начались серьезные проблемы. Разумеется, он пытается помочь, какие-то его дети, он хочет с ними видеться и так далее, но просто не сходится у него, не получается никак. Вот, уперлась у него, вот, жена, не хочу ничего, и, в общем, все, давай плати и пошел нахрен. И он находит себе работу, находит себе классную работу, высокооплачиваемую, которая позволит легко обеспечить его и платить алименты, помогает, в общем, даже гораздо больше. Вот, и когда он уже только начинает устраиваться, это такая серьезная государственная работа, он хороший специалист. В общем, выясняется, что для того, чтобы получить подтверждение на эту работу, у него не должно быть долгов по вот таким вещам, как алименты и прочее. Вот, он приходит к ней, разговаривает с ней, с адвокатом, прочим, говорит, давай вы через расписку сделаем, закроем этот вопрос. Я, на самом деле, поступаю на работу, отрабатываю все, но он отец, он нормальный, он в любом случае будет это дело отдавать. Он говорит, я не могу, мне нужно посоветоваться с мамой. Звонит маме, мама говорит, ничего не меняйте. И в итоге, он не получает работу. Как результат, он не может платить, и он нашел только один выход, это просто уехать из страны. Все. Каким образом он это сделал, как-то в Турцию полетел, в общем, что-то там получил, в общем, в итоге, и статистика показывает, что таких разводов очень много. Семьи разваливаются. Я не хотел затрагивать тему питания, но она очень важна. Я, живя в этом мире, взаимодействием с большим количеством людей, пришел к выводу, что многие люди просто одурманены самыми разными наркотиками, в том числе и пищевыми. И они, как бы это мягче сказать, неадекватны, что ли. То есть, под действием наркоты человек не не он. То есть, он сам не свой. И когда ты очищаешься от этих привязанностей, кушаешь меньше, становится очень сильно это заметно. Мужчины, женщины, здесь, наверное, не принципиально. Все мы очень сильно завязаны на вот этих вот привязках и очень сильно меняется наш эмоциональный фон. Скажем, алкоголь очень показательный. Человек забухал, все сразу понятно, ну, просто дураком становится. И невозможно с ним никакой быт построить. А вот если человек просто жрет синтетику, вредные продукты, какие-то токсичные, он точно так же отравлен, становится дурным. Просто степень другая. Но по факту человек неадекватен. И поступки его неадекватны. И скатиться в состояние, когда с человеком можно договориться, до состояния, когда с ним бесполезно разговаривать, очень легко. и сегодня ты нашел себе спутницу, которой 20 лет, которая ест воробушком для того, чтобы следить за своей фигурой, потому что она хочет нравиться парням. Через 10 лет ваших взаимоотношений она скатывается в жрачку, и она совершенно меняется характером. Вообще, все меняется, потому что действие наркоты, какая бы она ни была, она меняет человека. И бесполезно призывать к адекватности, к чему-то еще. Все, того человека нет. Все. Так же и парни меняются. В ужасной среде живем, и утверждать об этом можно 100% смело, исходя из результата, который мы видим. Статистики смертности по отношению к рождаемости, количество разводов, огромное количество эгоизмов. Это управляемый процесс. Все, что происходит, кому-то надо. Надо, чтобы вот так все происходило. Я не исключаю, что тот посыл, который я выбрал в своих видеороликах, он хорошо должен помогать. Помогает человеку стать лучшей версией себя, и когда человек меняется, ему становится легче жить, он потом старается помочь окружению. Живет лучше, окружение живет лучше, и всем становится потихонечку хорошо. Совершенно во всех областях. То есть, основа человек. Это, наверное, бессмысленно навязывать какие-то программы, типа, давайте размножайтесь, давайте там без всяких измов, давайте, давайте, давайте. Не сработает такое, наверное. Будет протест, люди будут сопротивляться, оскорблять тебя еще будут. Наверное, лучше помогать, давать конкретные ключи. Ребят, сделайте так, ребят, девчата, сделайте так, чтобы у вас было вот в этом направлении хорошо, нужно сделать такие вещи. Чтобы здесь разобраться, вот так попробуйте сделать, такие подсказочки давать, через конкретные примеры. Ну, а в случае с демографическим кризисом, наверное, могу сказать про себя, что я думаю нужно делать. В первую очередь, наверное, будет справедливо по отношению к обществу оставить после себя, как минимум, кого-то. Вот. Ну, с другой стороны, что есть наш социум, если представить себе это в виде компьютерной игры? В большинстве стратегических игр есть классы персонажей. Одни персонажи занимаются добычей ресурсов, другие войной, третьи управлением, четвертые там занимаются значит, мотивацией воинов на какие-то действия, пятые там занимаются образованием и пошло-поехало. И говорить, что воин, который защитил от гибели всю деревню, дал больше, чем наставник, который научил тысячу воинов, нельзя. Хотя фактически он как бы защитил, а сам наставник никого там не убивал, не защищал. Но через свои действия опосредственно привел к тому, что общество, в котором существуют люди, оно изменилось, ему это помогло. Это же касается образования. Если посмотреть на то, что я рассказываю людям как инструмент образования, хотя я вряд ли занимаюсь образованием, это так, больше просто прочитал, понравилось, поделился. То есть, это не образование, это передача своего видения. Если я какой-то аспект информации изучил, дал эту информацию другим, и она изменила жизнь их к лучшему, и они создали семьи, у них появились дети, эти дети здоровые, они здоровые, и ты помог тысячам не заболеть, не умереть, размножиться, но при этом сам этого не сделал, то, наверное, не велика беда, если конкретно от меня не появится одного человечка. Зато от моих действий в этом мире на моем этапе появилось тысячи здоровых детей, тысячи семьей. Я, наверное, не преувеличиваю, учитывая, как долго я об этом говорю, и количество обратной связи, реально, это тысячи, наверное, семей, детей, огромное количество людей через меня улучшили свою жизнь. Напишите в комментариях, кстати, если вы свою жизнь, свое здоровье, вы как бы на это вышли через знакомство с информацией, которую я рассказывал когда-то. Мне самому этот опыт интересен. Я гетеросексуал, у меня никаких там вариаций нет, мне нравится девушка. Я думаю, что есть в этом мире девушка, которая будет видеть мир таким, каким вижу его я. Мы обязательно как-нибудь встретимся, создадим семью. И несмотря на все сложности, на все палки, которые вставляет нам судьба в колеса нашей телеги жизни, можно воспитать ребенка, можно ему передать знания. слышал в интернете позицию вроде как чего ты сейчас рассказываешь, размножаетесь и прочее, а потом появится куча дураков, они будут бегать с дубинками и бить других дураков. И в общем много людей не значит хорошо. Но я надеюсь, что люди, которые смотрят меня, они же не только этот видеоролик смотрят, они придерживаются в принципе взгляда на мир, какого придерживаюсь я. И поэтому, наверное, эти дети, которые будут появляться в вас, они будут хорошими, они будут заниматься в том числе и созиданием. Поэтому я не переживаю, что эта информация может как-то навредить в принципе. Наоборот, она должна быть очень полезная. Поэтому, наверное, моей аудитории нужно постоянно говорить об этом. Размножайтесь, ребят. Вы хорошие, вам нужно, можно, больше вас таких должно быть. Вот. Ну и я обязательно постараюсь. чтобы уж закрыть вопрос и с претензией, которую предъявляют. Как ты можешь рассуждать, если у тебя нет? Вот. Тогда уж точно никаких претензий быть не может, да? Как не может? По-любому появится претензия какая-нибудь еще. Без претензий быть не может. Ну ладно, ребят, благодарю вас. как-то накипело. Решил выговориться по данному вопросу. Ну такая ситуация была до моего появления. Она сейчас и все, что я вижу, оно показывает то, что дальше будет точно так же. Радоваться, переживать или испытывать еще какие-то эмоции. Мы знаем, это просто выбор. Хочешь радуйся, хочешь печалься. По большому счету пространству вокруг плевать. Особенно это чувствуется на природе. Ей вообще плевать на все наши хлопоты. Как птички чирикаем. Ну давайте. Хорошо, на времени суток. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok